В Казахстане ежемесячно каждый пятый подросток до 15 лет становится жертвой или участником буллинга. Чаще всего это мальчики городских школ. Детей необходимо учить отстаивать свои права, а государству уделить особое внимание проблеме, уверены эксперты. Талина Сипова расскажет подробнее. Если верить статистике, 44% школьников в Казахстане являются жертвами буллинга. Чаще всего травлю устраивают сверстники. Иногда это проявляется в особой жестокой форме с домогательствами, избиением. Уполномоченная по правам человека Эльвира Зимова уверена, что решать проблему необходимо всем обществам. И в первую очередь обучать детей тому, как нужно отстаивать свои права и решать конфликты. Мы поднимаем ряд вопросов, в том числе в сотрудничестве и с депутатами парламента, о том, что необходимо пересмотреть некоторые модули учебного процесса. Но мы видим, что есть необходимость и актуальность в том, чтобы все-таки доработать отдельные модули. И более того, об этом говорят сами дети. И для нас это очень важно. По данным Агентства США по международному развитию, за последние 9 месяцев 137 казахстанских подростков совершили суицид. Психологи не исключают, что буллинг в таких случаях может быть одной из основных причин. Сталкиваясь с травлей ребенка в школе, родители зачастую переводят детей в другой класс или учебное заведение. Делать это категорически не рекомендуют специалисты. Уход от проблемы – это, по сути, как прятать голову в песок. То есть не заниматься решением вопроса, а избежать любых каких-то целенаправленных действий. И ребенок учится этому, это в нем порождает такую выученную беспомощность, что в любой непонятной ситуации убегай, прячься, меняй обстановку. Еще одной проблемой для современных подростков является кибербуллинг, когда ребенка травят в интернете. Эксперты говорят, что с этим сталкивается половина детей в возрасте от 12 до 15 лет. Даля Насипова, Дидар Елеуф, Муфорбюро, Нурсултан. Еще больше важной и интересной информации на нашем YouTube-канале «Информбюро 31». Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новостей.